Две разновидности хоккея под одной крышей. Как и год назад, Олимпия и Родина скрестили клюшки на Олимп-арене. Обычное противостояние становится для команд традицией. Вот только исход таких поединков остается прежним. После финального совестка соперники расходятся миром. Как им оказался счет на этот раз, узнал Роман Четверяков. Соглашаясь на показательный спарринг, и Олимпия и Родина тем самым переводят дух после напряженных будней межсезонья. Разрядка скорее требовалась главной хоккейной команде области. Выступление на кубке у нее получилось смазанным. Три поражения к ряду – это еще не повод разувериться в Родине, считает ее главный тренер. Общая нацеленность в клубе на чемпионат, а выезды в Крылатское – часть подготовительной работы. Ну вот уже на третьей игре ребята вкатились, и первый тайм Динамо-Московь просто был великолепен. В моментах бутратака, умными действиями продуманы, обороны коллективные, грамотные. И 3-0 вести после первого тайма – это много стоит в сборной мира. Во встрече с куда менее грозным соперником Родине на первых порах пришлось весьма непросто. Виной тому правило этой игры – два тайма по 25 минут со смены хоккейных стилей. Тем, что называется канадские, игроки Олимпии владеют неплохо. Год назад отведенного временем хватило на три шайбы. На сей раз Олимпийцы разыгрались до пяти точных попаданий. И это без учета того, сколько раз Родину спасал их номинальный вратарь. Хоккеисты с шайбой. Видно, что они занимаются профессионально, полупрофессионально своим делом. И вторые, во что мы шли играть, они даже не могут понять, что происходит на поле. Потому что ни техники, ни тактики, ничего нет вообще. Для Владимира Янко такие матчи не более, чем шоу. По душе они и болельщикам, весьма охотно наблюдающим за хоккеем, где запрещены силовые приемы, а взятие ворот происходит с минутными интервалами. Особая скорострельность появляется в тот момент, когда за привычное оружие берутся мастера Родины. Совсем по-другому как бы играется. Ну, это два разных хоккея совсем. И правила другие, и техника совсем другая. Клюшка нам в этой клюшке, которой у них тяжелее играть. Еще тяжелее оказалось отстаивать добытые преимущества. С 0-5 счет стал расти только в одну сторону. Дважды ларионов и перевозчиков, по разу обухов и броников. Если бы не выпад Олимпии, то Родина была бы вправе признать свое превосходство. Но финальная сирена усмирила пыл соперников. На ничейном результате 6-6. Очень интересно попробовать себя в другом качестве. Вот, конечно, сказывается наш недостаток владения этой клюшкой. Вот, и немножко путаемся с правилами. А так, все интересно, очень понравилось. Пути двух команд пока расходятся. Вместе они сойдутся, скорее всего, следующей осенью, когда вновь придет пора сделать паузу, чтобы поиграть в свое удовольствие для любимой публики. Роман Четверяков, Валерий Никулин, Вести Киров.